Субтитры создавал DimaTorzok Он вернет тебя в твою шторке Чтобы гадеолик этого сосуд заняться Он бы начал бы иметь буйвола Возьмите по носу своего уха Он бычел бы поесть, гнилой мудак Должно скуться и пиво попить Он самый злой геймер, который когда его слышали Он злой Nintendo задрот Он злой Atari Sex задрот Он злой задрот видеоигровой Atari Atari Мордан Имя столь любимое золотым веком истории Волшебное время, когда не было интернета, сатурных телефонов Просто электронные видеоигры Хорошо, это были темные века, но жизнь была простой Atari был главным новатором видеокадра в домашних компьютерах и домашней игровой подставке Atari 1600 произвел революцию в игровой индустрии Стало популярно в использовании смеленных картриджей и сменных контроллеров Игры были примитивными и изменчивыми И не в три времена они были очаровательные Но затем наступило соревнование Odyssey 2, Intellivision, Collier Covision Все пытались использовать с увлечением видеоиграми Это было не так, как сегодня У нас есть выбор только из трёх консолей Тогда было так много идёмных систем игр, что твоя голова кружилась Кроме того, не было никакого способа узнать, какие игры были хорошими и какие плохими Таким образом, потребители были отогнуты раздутым крыльмом И так Atari сделал ещё одну консоль, 5200 Он заменил приключатель TV Game на автоматическую коробку приключателей Также пытались выключить использование проводов Приключив адаптер приеменного тока непосредственно к распределительной коробке Но это только усложняло ситуацию Контроллеры имели кнопку паузы, которая была новой в то время Но джойсик был неисправный, ненадёжный К чему всё это привело 5200 и был огромным кусок дерьма Я сделал целое видео об этом, вот сколько я достой После карты видеоигры 1980-го и 1980-го годов Nintendo и Sega восстановили с пепла Снова революционировать рынок И открывая новое поколение игр Atari снова бросил свою шляпу в кольцо 7800 Это решило все проблемы с 5200 Порт и контроллер позволил вам использовать те же контроллер, что и 2600 И это было также обратно в свою систему с 2600 играми 7800 игр показали лучшую графику Но не было ничего, чтобы предложить по сравнению с Nintendo Так ещё раз, он укусил пыль После этого Atari перестал называть свои консоли номерами И вместо этого он начал называть их в честь кошек Atari Lynx была первой портативной консоли, которая была цветной Но он оказался зажатым между более успешными портативными игровыми системами Nintendo Game Boy и Sega Game Gear Даже Lynx 2, новая модель дизайна Lynx 1 употреблял больше батареи и разряжал их быстрее, чем Game Boy Так что опять проиграл Но предпочитал никто ему в библиотеку игр NES И игры Sega 12 забыли вопросом мнения Тем не менее, дебаты среди преклонников и маркетинговой компании Sega Бытье было шансовидным, а Nintendo всего 8 Это начало небольшую тенденцию, которую я люблю называть битвой Никто никогда не говорил о битах до этого Никто никогда не говорил о битах Сирпо А что такое биты? Никто не знал, что они просто биты Пауле выяснили это своим родителям Ой, я хочу тебя не тайна, мы ретвистовы У вас уже нет Nintendo Да, но это же у нас битный Что это такое? Я не знаю Кроме того, это настоящая графика была лучше Это все, что нас заботило Но битва воин привела к тому, что наше чувство игры приросло в цифры Люди стали больше заботиться о графике И ничего, в реальном игровом процессе Дело было в том, что некоторые приставки Даже использовали количество бит в моих имени Как тобрый график 16 и Nintendo 64 Но в 1997 году пришла одна консоль Чтобы напомнить нам, что биты это не все Это был Ягуар Аттай Это было объявлено как первая версия игревая приставка Мы были, так что это возьми, 64? Это как четыре раза Даже официальный главный слоган Глессер Делай математику Но за его правочной внешностью Вращение куба А и Ягуара на экране запуска Это мало что могло предложить Геймеры, которые втянули в себя Нашли в процессную библиотеку игр И графика, которая не впечатлила Контроллер были огромными И у них были клавиатуры Так же как Likovision и Intellivision И так же были накладки, которые иногда пригодятся Не для простой игры, они не нужны Каждый не имеет конечных меток, поэтому я должен был Сделать свои собственные Серьезно, если веская причина иметь конечных меток В чем смысл? Мне действительно нужен дополнительный захват Это как, о боже, я не могу выйти из игры О боже, мне нужна ручка Чувак, я просто не могу получить контроль Должен иметь ручку Это для защиты от пыли Это хорошая вещь, но у Ягуара этого нет Почему бы и нет? Но прежде чем я смогу рассмотреть Какие-либо игры, нам нужно обсудить графику Теперь, не критикуя Игру, это типичный скроллер И это было 16 битным Так вот, давайте доним ему Преимущество, сомнение и Попробуем что-то еще Еще раз, графика низко впечатляет Давайте попробуем клетчатый флаг Просто тот факт, что он помещает вас в трехмерную среду Но сравните это с F-Zero на Super Nintendo Теперь посмотрите на Киберморфа Возвращаясь в Super NES еще раз, посмотрите на Star Fox Для игровой консоли, которая претендует на то, чтобы быть 64-битной Это вызывало много угроза геймеров Это вызывало много угроза геймеров Визитно ли это было 64-битным? Это тема, которая очень запрямляет самой Эгвара, но это то, что нам просто нужно убрать дороги Но мы знаем, что Atari изначально планировала ДСД2-битную систему Он звонил Фандеру, но решил ее попросить пункт вперед Эгвару они все используют из двух битных графических процессов Но на счет кроминации других пациентов Как это суммируется с 64-х Это технически запутанное Но дело в том, что Эгвар был редким видом Не построен как большинство игровых приставок Долженя по местному разработку игры для них И в результате многие игры не использовали его полные возможности Кем бы они ни были Итак, я рассказал вам немного о батареи и о том, как он пытался выиграть битву Теперь, когда мы это выяснили, проверите ли я второй части Или если вы хотите быть крутым, вы говорите, сыграйте джак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok